Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас сегодня. Рад сообщить, что сегодня мы начинаем новый цикл программ, посвященных видению Иоанна об Иисусе, в первой главе книги Откровения. Это одна из моих самых любимых тем. Вам, конечно же, потребуется записная книжка, ручка и Библия, потому что придется много записывать. Сегодняшняя передача будет насыщена информацией. Мы затронем историю церкви. Я уверен, что у нас получится пролить свет на книгу Откровения для вас. Но начнем мы с пятой главы первого послания Иоанна. Вы спросите, почему мы начинаем именно с этой книги? Ведь учение посвящено первой главе книги Откровения. Дело в том, что Иоанн написал свое первое послание после того, как его выпустили из заточения на острове Патмос. Через несколько минут мы узнаем, что апостол был узником на этом острове. После своего освобождения он написал эти строки в четвертом стихе пятой главы своего первого послания. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сиялась победа, победившая мир, вера наша». Этот стих приобретает новый смысл, когда мы понимаем, что он был написан после того, как Иоанн, сильно пострадав и много испытав, вышел на свободу победителем. Приведенный выше стих — не просто богословское утверждение. Апостол провозглашает, какой плод принесла вера в его собственной жизни. Иоанн рассказывает о своем опыте и говорит, что у нас есть вера, которая побеждает мир. Слово «мир» — по-гречески «космос». Оно может использоваться в значении «система». Таким образом, данный стих может означать следующее. У нас есть вера, которая побеждает систему. Вера, которая одерживает веру над системой. Независимо от того, что противостоит нам в жизни, какие бесы пытаются помешать нам, у нас есть побеждающая вера. Иоанн говорит, что одерживает победу тот, кто движется в вере. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Давайте запомним эти слова и начнем изучение первой главы книги Откровения. Разумеется, лучше всего начинать изучение с первого стиха. В Откровении 1.1 сказано, «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, и Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну». Начнем с разбора слова «откровение», которое вынесено в названии новозаветной книги. Она начинается именно с этого слова «откровение». По-гречески оно произносится «апокалипсис» и имеет большое значение в книгах Нового Завета. «Калупсис» означает «завеса» или «занавес». Если занавес опущен, то нам не видно, что находится за ним. Там что-то есть, но наблюдателю это недоступно, поскольку завеса преграждает ему обзор, и он попросту не имеет возможности увидеть, что находится по ту сторону преграды. Однако «калипсис» употреблено с приставкой «апо», равнозначной приставке «от» или слову «прочь» или «вон», благодаря чему все слово приобретает значение «убрать завесу», «раздвинуть занавес». Словно кто-то потянул за веревку, занавес приходит в движение, а зритель поначалу видит совсем немного. Но чем шире расходится занавес, тем больше и яснее становится то, что находится за ним. В конце концов, мы получим возможность убедиться, что все это время оно было там, но из-за занавеса, из-за завесы, мы не могли разглядеть то, что заслоняло эта преграда. Впрочем, после удаления занавеса, когда занавес разойдется, нашему обзору уже ничего не помешает, и мы увидим, что находится за ним. Оно всегда было там, но мы не имели возможности увидеть его. Теперь обзор открыт, а мы получаем откровение. Таково происхождение слова «откровение» от греческого слова «апокалупсис». Это означает, что если Святой Дух дает вам личное откровение, то Он раздвигает перед вами занавес и позволяет вам увидеть что-то, касающееся вашей жизни или той или иной ситуации. Он позволяет вам хорошо разглядеть то, что самостоятельно вы рассмотреть не могли. Но когда Святой Дух приходит, Он убирает завесу и дает вам возможность увидеть то, что вам нужно увидеть. В первом стихе употреблена фраза «откровение Иисуса Христа». По мере нашего изучения этой книги, начиная с первой главы, мы увидим, что Иисус представлен здесь иначе, чем в четырех Евангелиях. Это не другой Иисус. Речь идет о Его чертах, которые ранее не были открыты человеческому взору, когда Он совершал свой земной путь, о чертах, которые были недоступны окружающим Его людям. Но Иоанн, находясь на острове Патмос в пещере, которую позже назовут «пещерой откровения», получил откровение Иисуса Христа. Сила Божья. Божий Дух раздвинул перед Ним занавес, и апостол получил возможность заглянуть в духовный мир и увидеть Христа, каким никогда не видел прежде. Это был не другой Христос. Христос всегда был таким. Просто Иоанн не мог видеть Его таким, пока Дух Святой не удалил преграду, чтобы Его обзору ничего не мешало, и он смог увидеть Христа во всей Его славе. Он получил возможность разглядеть черты Иисуса, которые не видел, ранее общаясь с Ним лицом к лицу. Последним словом первого стиха первой главы книги Откровения является имя Иоанн. Откровение было дано Иоанну. Четвертый стих начинается с имени апостола Иоанн семи церквям, находящимся в Азии. Итак, мы встречаем имя Иоанна в этих двух стихах, девятый стих звучит так, «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Имя Иоанн употреблено три раза на протяжении девяти стихов. Более того, в девятом стихе используется фраза «Я, Иоанн». Местоимение «Я» по-гречески «эго». Это слово обладает сильной смысловой нагрузкой. Автор привлекает внимание к себе, фактически говоря, «это я», «это действительно я». Возможно, такое частое повторение Иоанном, собственного имени, вызовет у нас удивление. Иоанн в первом стихе, снова Иоанн в четвертом стихе, «Это я, Иоанн, обращаюсь к вам», в стихе девятом. «Позвольте мне еще раз упомянуть свое имя. Это действительно я, Иоанн». Зачем Иоанн вообще привлекает к себе такое внимание? Потому что он был последним живым апостолом из первых двенадцати учеников Иисуса Христа. Все остальные апостолы приняли мученическую смерть за свою веру. Иоанн — единственный апостол, который дожил до столь преклонных лет. Я расскажу вам немного о жизни апостола Иоанна и почему он играет настолько важную роль в книге Откровения. Библия говорит, что апостолы разошлись в разные стороны в первые годы существования Церкви. Как известно, к 44 году н.э. все они покинули Иерусалим. Апостолы возвращались туда, чтобы встретиться друг с другом, но не находились там постоянно. Иоанн уехал из Иерусалима вместе с матерью Иисуса. Это известный исторический факт, подкрепленный словами умирающего на кресте Иисуса. В 19 главе Евангелия от Иоанна Иисус посмотрел на свою мать и на Иоанна и сказал, «Се, матерь твоя». И с этого момента Иисус доверил своему ученику заботу о Марии, а Иоанн принял на себя эту ответственность и заботился о матери Иисуса до конца ее дней. Историк утверждает, что когда Иоанн покинул Иерусалим, Мария отправилась с ним. Она была с ним в его служении. Мария и Иоанн всегда были вместе, потому что апостол серьезно отнесся к взятому на себя обязательству заботиться о матери Иисуса. Иоанн переехал в Асию и служил там. В тот период апостол Павел отвечал за благовестие в этом регионе. У него было развитое служение вплоть до 67-го года н.э., когда он был казнен за свою веру. Нам известно, что в 64-м году н.э. Рим был охвачен большим пожаром, вероятно, организованным императором Нероном и его приспешниками. Нерону потребовался козел отпущения, и он решил свалить вину за пожар на верующих, которых он недолюбливал по ряду причин. Поэтому он обвинил христиан в поджоге. Когда император объявил их виновными в этом заговоре, началось великое гонение на церковь, которое охватило не только Рим, но и основные города всей Римской империи. Эфес был одним из таких мест. В этом крупном языческом городе располагалась большая влиятельная христианская церковь, которая была основана апостолом Павлом. Эта церковь стала базовой точкой для его служения, и благодаря служителям Ефесской церкви весь регион был охвачен Евангелием. Мы знаем, что пастором этой церкви был Тимофей. Он возглавлял общину в Ефесе до 80-го года нашей эры. Интересно, что Павел во втором послании к Тимофею 1-7 пишет, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Очевидно, когда на церковь поднялась волна гонений после великого пожара в Риме, дух страха попытался завладеть Тимофеем. Павел же противостал этому духу, увещевая своего ученика словами, «Бог дал тебе духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Тимофей не поддался силам духа боязни и стал весьма сильным лидером. Согласно истории церкви, он пробыл пастором церкви в Ефесе до 80-го года нашей эры, когда принял мученическую смерть во время языческого аппарада в самом центре города. Это был человек, полный дерзновения и бесстрашия. Историки пишут, что в тот день Тимофей, выйдя из своего дома на улицу, стал смело обличать шествующих там язычников за их действия и был убит. Он погиб за веру. В нем не было никакого страха. Тимофей был пастором Ефесской церкви, когда Павла казнили в 67-м году в Риме по обвинению в организации заговора и поджога. Апостол был казнен, как преступник. Хотя он не совершил ни одного преступления. После смерти Павла, благовествовавший в Азии Иоанн, переехал в Ефес. И, будучи там, нес пресвитерское служение, являясь епископом всех церквей в том регионе. Возможно, его руководство распространялось и на всю Малую Азию. Но основной акцент в своем служении апостол делал на церквях в Азии. Мы также знаем, как жил Иоанн. Его дом находился на вершине холма, чуть выше храма Артемиды. Нам это известно благодаря записям Поликрата, который тот сделал спустя 30 лет после смерти Иоанна. Историк указал, что апостол жил в доме на холме, прямо за храмом Артемиды. Это удивительно. Люди сегодня говорят, что колдовство и оккультизм — это зло. Они боятся зла. Но, друзья мои, у нас есть вера, побеждающая мир. Дом Иоанна располагался на вершине холма неподалеку от храма Артемиды, который был одним из самых зловещих мест на земле. Его размеры были настолько огромны, что это строение вошло в список семи чудес света. Храм обслуживали шесть тысяч жрецов и жрец, постоянно приносивших там жертвы бесовским богам. В то время более ужасного места, чем храм Артемиды, было не найти. А Иоанн жил практически в двух шагах от него, на вершине холма. Апостолу приходилось постоянно наблюдать из окна своего дома этот языческий храм и поднимающийся дым от жертвоприношений. Иоанн жил там по одной очень важной причине. Если бы он проживал непосредственно в городе Ефесе и занимался там своим служением, то у него было бы много проблем, так как Римской империей в то время управлял Домициан. Этот император был настроен резко против христиан. Он провозгласил себя Богом и требовал от жителей всей империи поклоняться ему. Поэтому на доле Ефесской церкви, ее служителей и Тимофея выполнило немало испытаний. Иоанну же приходилось встречаться с церковными лидерами из всей Азии. Если бы он жил в черте города, то каждый приезд грозил бы им опасностью ввиду политических гонений. Поэтому Иоанн поселился там, где менее всего можно было найти резиденцию апостола или епископа, в доме с видом на языческий храм, в месте, откуда можно было постоянно наблюдать различные зловещие действия. При этом никто не заподозрил бы, что тут живет христианский апостол. Храм находился за чертой города, и местные силовые органы не докучали Иоанну. В своем доме Иоанн принимал лидеров церкви, которые приезжали к нему со всей Азии и даже со всей Римской империи. Иоанн также заботился о Марии до самой ее смерти, после чего он остался жить на вершине того холма, откуда на протяжении еще нескольких десятилетий он осуществлял епископское и апостольское служение по всей Малой Азии, фактически заняв место апостола Павла, когда тот был казнен в 67 году н.э. Мы знаем, что Иоанна арестовали приблизительно в 93 году. К тому времени старцу уже было за 85 лет. Некоторые ученые утверждают, что ему было около 92 лет, но ему было точно за 80. Иоанн уже был в преклонных летах. Там, на вершине холма, он служил пастором, епископом и лидером, которые съезжались к нему со всей Азии. Он давал наставления всем церквям на протяжении почти 30 лет, находясь в относительной безопасности. Но в 93 году н.э. Иоанна арестовали. Мы можем лишь предположить причину его ареста. Возможно, апостолы задержали за отказ зажигать воскурение у статуи Домициана. Таково было требование. Домициан приказал всем жителям империи поклоняться ему как Господу и Богу. Частью этого поклонения были благовонные воскурения, изображения или изваяния императора. Если кто-то хотел зайти на территорию рынка, ему нужно было сжечь щепотку благовоний. При пересечении границ районов города, житель также был обязан сжечь щепотку благовоний. Если Иоанну нужно было войти в город Эфес, то он проходил мимо одного из изваяний императора. Его отказ сжечь благовония не мог остаться незамеченным. Так или иначе, скорее всего, произошло что-то в этом роде, и стражи порядка однажды постучались в дверь Иоанна и арестовали его. Он не совершил никакого преступления. Обвинение в его адрес носило чисто политический характер. Пленника доставили в Рим. Представьте себе такую картину. На протяжении 30 лет он спокойно служит Господу на вершине холма за пределами Эфеса. Он не испытывает сильных потрясений. Он просто с верностью несет свое служение. И вот, по политическим причинам, его арестовывают и этапируют в Рим, где ему предстоит предстать перед самим императором Домицианом. Почему Домициан потребовал, чтобы Иоанна, пожилого человека, привезли в Рим? Потому что он был единственным живым апостолом Иисуса. Когда Домициан услышал, что последний ученик Христа еще жив и находится под арестом, императору захотелось увидеть его. Поэтому он велел доставить Иоанна на корабле в Рим. И вот Иоанн, почти 90-летний старец, шагает по коридору в тронный зал, чтобы предстать перед лицом оператора Домициана, который требует, чтобы тот отрекся от своей веры и поклонился ему. Иоанн отказывается, и из-за его верности своим убеждениям и посвящению Христу Домициан приговаривает его к казни. Многие христианские летописцы описывают этот эпизод. Многие христианские летописцы описывают этот эпизод. Есть множество достоверных текстов, включая записи Тертулиана, где рассказывается, как Иоанна бросили в котел с кипящим маслом. Этот метод казни, который нам представляется редким, широко использовался римлянами, когда они хотели умертвить осужденного с особой жестокостью. Иоанна связали и бросили в котел с кипящим маслом. Он должен был моментально свариться, а его плоть отделится от костей. Но когда палачи попытались выловить останки казненного с помощью специальных крючев, летописцы рассказывают, что Иоанн вышел из масла совершенно невредимым. Его спасла сила Божья. Этот эпизод настолько часто упоминается в ранних христианских летописях, что мы склонны считать его реальным. Когда Домициан увидел, что Иоанн жив, даже не обожжен и избавлен сверхъестественной силой, он испытал такой ужас, что воскликнул, «Уведите этого человека с глаз моих долой, отправьте его на Патмос». И тогда Иоанн, старец, которого привезли из Ефеса в Рим, бросили в чан с кипящим маслом и который чудесным образом выжил, снова отправляется в город Ефес, откуда его морем доставили на Патмос. Остров Патмос находится в 30 километрах от побережья современной Турции и в 90 километрах от Ефеса. Наши дни — это небольшое расстояние, но в те времена 90 километров — достаточно долгий путь по бурному морю. Патмос был ужасным местом. Ранен был населен людьми, которые полностью вырубили на нем лес. Они не оставили ничего, кроме скал и камней. Остров лишился какой-либо растительности. В верхней точке Патмоса стоял древний храм, построенный в честь, кого бы вы думали, Артемиды. Когда Иоанна высадили на том острове, ему присвоили статус политического заключенного. Существовало два типа узников — обычные преступники, с которыми обращались очень сурово, и политзаключенные, которым на Патмосе относились с уважением. Пленников высаживали на берег и предоставляли их самим себе. Им не давали ни еды, ни одежды и бросали на произвол судьбы. Обычно политзаключенные скитались по острову, ища себе пристанище. О жизни Иоанна на Патмосе мы знаем больше из исторических летописей, чем из книги Откровения. Историки рассказывают, что апостол прибыл на остров со своим помощником по имени Прохор. Мы читаем об этом человеке в шестой главе «Деяния апостолов», где он упоминается в числе избранных дьяконов. В те времена известные люди нередко путешествовали с ассистентом или секретарем. Ранние христианские летописцы сообщают, что Прохор отправился вместе с Иоанном на Патмос, где пленники начали искать место для жилья. Угадайте, что стало их жилищем? Пещера. И эта пещера находилась чуть ниже храма Артемиды. В этом есть какая-то ирония. У Иоанна никак не получалось избавиться от этих храмов. В Ефесе он жил на холме над храмом Артемиды. На Патмосе он поселился в пещере, в скалах, под храмом Артемиды. Но именно там Иоанн получил свое откровение об Иисусе Христе. Иоанн был в изгнании. Он страдал за свою веру. Интересен тот факт, что, по словам историков, изучающих раннее христианство, на Патмосе было столько политссыльных. На остров отправляли целыми семьями, что они объединялись в общины. К моменту прибытия Иоанна на Патмос, на острове образовались небольшие группы заключенных. Иоанн, не теряя времени, начал благовествовать. В ранних христианских летописях подробно рассказывается о том, что Иоанн основал несколько поместных церквей на Патмосе и организовал растущее христианское сообщество за то короткое время, что он провел в ссылке. Иоанн пробыл на Патмосе до смерти Домициана в 96 году н.э. Когда император умер, всех политических заключенных амнистировали, и Иоанн получил свободу и был выпущен с острова Патмос, где он пробыл 18 месяцев. В течение этого периода он добывал себе воду, одежду и еду и служил с Прохором, другим людям. Апостол жил на Патмосе в пещере, которую сегодня называют «пещерой откровения». Я был там много раз, «И однажды Иисус Христос зашел в его пещеру, и Иоанн получил откровение Иисуса Христа. Внезапно раздвинулся занавес. Иоанну открылся духовный мир, и он увидел Христа, каким никогда не знал его ранее. Именно тогда Иоанн получил книгу «Откровения». Что же произошло дальше? Император Домициан умер. Иоанн сел на корабль, который доставил его от Патмоса до Ефеса, где апостол снова поселился в своем доме с видом на храм Артемиды. Иоанн, 90-летний старец, продолжил свое апостольское служение церквям в Асии. В этом доме он написал Евангелие от Иоанна, первое, второе и третье послание Иоанну. И поэтому в первом послании Иоанна, 1-4, он говорит, «У нас есть вера, которая побеждает мир». У него было личное свидетельство в подтверждении своих слов. Он имел право провозгласить, что вера — это победа над миром. Ваша вера также поможет вам преодолеть все, с чем вы сталкиваетесь. Время нашей программы подошло к концу. В следующей передаче мы подробно разберем слова Иоанна в 9-м стихе 1-й главы книги Откровения. Не пропустите, это будет интересно. Я попросил вам записывать, и понимаю, что сегодня мы использовали много исторических фактов. Таким образом, мы заложили фундамент для изучения 1-й главы книги Откровения. Спасибо, что были со мной. Напоминаю, что если вам нужна молитва, мы будем рады послужить вам. Мы верим в силу молитвы и искренне обещаем вам помолиться за вас, как только мы получим ваше сообщение. Воспользуйтесь информацией на вашем экране для связи с нами. Наша команда начнет ходатайствовать за вас в молитве, как только узнает, в чем состоит ваша нужда. Помните, о чем говорится в книге Экклесиаста 8-4, где слово царя, там власть. Увидимся в следующей программе. Библейские события оживают на страницах книги Рико Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность посланий Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. На страницах этого глубокого исследования Рик Реннер раскрывает тайны древнего мира и описывает трудности, с которыми столкнулись христианские церкви в языческом мире. Исторический контекст и увлекательные детали позволят вам оценить глубину писания и понять, как откровения Нового Завета применимы к нам сегодня. Прекрасно оформленное печатное издание содержит около 600 страниц. Посредством фотографий, иллюстраций и глубоко развернутых комментариев Рик Реннер воссоздает атмосферу и оживляет исторические события Нового Завета. Скачайте бесплатно ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Тон 1 в деталях расскажет вам о пребывании апостола Иоанна на острове Патмос, а также о его встрече со Христом. Окунувшись в атмосферу событий первого века, вы сможете почувствовать то, что пережил Иоанн, находясь рядом с Иисусом. Эта книга углубит ваши знания о личности Христа и поможет по-новому взглянуть на многие библейские истины. Скачайте ознакомительную версию бесплатно на сайте ignc.org Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является Словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. В 105 стихе 118 главы книги Псалмов Слово Божье названо «светильником в ноге и светом в стезе нашей». Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение, все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнером и посеять наши служения. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова